Изнанка сказок А в потусторонних предметах, в яйце на кончике иглы Оказывается, такой способ прятания души вовсе не сказочная выдумка А отголосок реально существовавшего магического обряда Когда в древности человек хотел сделать себя неуязвимым и продлить свою жизнь Он шел не в спортивный зал и не к врачу, а к шаману И при помощи заклинаний переносил свою душу в какой-либо тайный предмет В иголку, в ноготь, в глаз друга или в бровь жены, а может быть в дерево При этом новое вместилище для души должно было остаться в строжайшем секрете Чтобы ни один враг не мог воспользоваться тайным предметом Древние люди верили, что если человек, например, прятал свою жизнь в дерево То когда он умирал, это дерево должно было упасть Верным также было и обратное Если первым падало дерево, должен был умереть и человек Об этом древнем обряде «Прятание души» подробно рассказал британский антрополог и фольклорист Джеймс Джордж Фрезер В своей книге «Золотая ветвь» Ученый рассмотрел этот обряд как основу многих мифов и сказок разных народов мира Например, в индийских сказках злой колдун прячет свою смерть в зеленом попугае И пока жива птица, колдуна не победить Кельтский кощей прячет свою жизнь в форели, немецкий в ларце А вот трансильванский кощей – это женщина Ее душа спрятана в огоньке Есть аналоги русского кощей и в Северной Америке, Италии и Египте Мотив этот любят и современные авторы Вспомните темного волшебника лорда Волан-де-Морта из «Гарри Поттера» Или Дэви Джонса, капитана летучего голландца из «Пиратов Карибского моря» Далее продолжите список кощеев сами У микрофона была Ульяна Нежинская До новых встреч на «Серебряном дожде» Изнанка сказок На серебряном дожде